Друзья, всем привет! Сегодня подборка полезных советов можно сказать на все случаи жизни. У меня иногда теряются насадки на баллончике. В данном случае на баллончике с белой краской. У меня пропала насадка. Можно взять, конечно, с другого баллона, но если нет другого баллона, то поможет термоклей. Просто наносим его по кругу, как на видео. После того, как клей подсохнет, немного сформируем будущую насадку пальцами. А далее после уже полного высыхания клея протыкаем насадку обычной иглой до выходной трубки баллона. Вот и все, можно спокойно пользоваться. При желании наливаем побольше клея, чтобы сформировать удобную кнопку. Чтобы зашлифовать деталь ровно в плоскости наждачной бумагой, понадобится одна простая хитрость. Ведь просто руками сделать это невозможно. А бруском маленькие детали обрабатывать не очень удобно. Маленькие детали проще шлифовать, держа саму деталь в руке. А наждачную бумагу можно прибить степлером к верстаку и шлифовать уже на нем. Поверхность тала как раз поможет шлифовать в плоскости. А вот интересный способ крепления провода в патроне. Обычно мы просто вставляем провода в клемму патрона, затягиваем и пользуемся. Лампочка тогда просто получается висит на вот этих клеммах и проводах, зажатых в них. Вроде держится, но для перестраховки лучше сделать вот так. В керамических патронах есть два отверстия, в которые вставляем провода. Далее сгибаем их два раза под 90 градусов. И вставляем в клемму уже с внутренней стороны патрона. Так получается, что лампа с патроном будет висеть с дополнительным запасом прочности. Способ требует немного больше времени, но зато имеет более надежное крепление. Имеется неопределенный угол, в который необходимо вписать, например, вот этот кусок ламината. Есть очень простой способ переноса углов. Для этого потребуются две пилки по металлу, в отверстия которых устанавливаем болт, желательно с гайкой-барашком, для удобства. И так мы можем сначала измерить нужный нам угол, приложив две пилки к углу, а затем, поместив их на ламинат, начертим нужный нам угол. Теперь отпиливаем. А далее примеряем. Все идеально ровно. При покраске небольших деталей бывает неудобно красить ее с обратной стороны, поэтому деталь надо подвешивать или воспользоваться вот таким способом. Просто берем любой кусок фанеры или ОСП, прикладываем деталь и очерчиваем контуры детали. Далее в фанерку вкручиваем несколько саморезов, не выходя за контур. Теперь деталь можно располагать на острых концах саморезов, не боясь повредить окрашенную поверхность. При выливании краски из банки, мелкие капли всегда остаются на краях банки и медленно стекают по стенкам. А если закрыть такую банку крышкой, то потом сложно ее открывать, из-за высохшей краски. Так вот, существует старый проверенный способ, как этого избежать. Просто берем малярную ленту или скотч и наклеиваем на банку, как на видео. После использования просто отрываем скотч от банки и выкидываем, оставляя банку чистой. Еще один совет с банкой краски. Если вы решили красить прямо из банки, то не поленитесь и наденьте на банку пару канцелярских резинок, чтобы можно было аккуратно убирать излишки краски с кисти. Совет реально рабочий, старый и простой. Друзья, вот такая подборка советов и хитрости сегодня получилась. Некоторые советы уже проверены временем и реально работают, а многие о них не слышали. Кстати, напишите в комментариях, какие знали, а какие нет. Если видео вам показалось интересным, то ставьте лайк. А те, кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!